Время рубрики ГОСТ-студии. У нас сегодня в гостях начальник управления сельского хозяйства Виктор Васильевич Татаринов. Виктор Васильевич, здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора – это же, конечно, открытие сельскохозяйственного сезона. Скажите, когда произошло как раз открытие, когда началась пассивная работа? Пассивные работы начались около месяца назад. Сначала это не очень активная фаза была, то есть какие-то хозяйства начали высевать, потому что температура месяц назад еще были особенно ночные похолодания. То буквально вот две недели назад, когда резко наступила жара, пассивная компания у нас в полном разгаре, причем никогда у нас в сельском хозяйстве не бывает легко. И вот это резкое потепление наложило свой отпечаток в том плане, что сейчас нужно высаживать, высевать все культуры одновременно. Если когда весна более ранняя, то, понятно, сначала сеются зерновые, потом высаживаются овощи, потом картофель, то сейчас приходится фермерам делать практически все одновременно. Ну, где-то не бывает без сбоев, где-то ломается техника, но в целом посевная компания идет успешно. Какие объемы в этом году? В целом по объемам мы планируем на уровне прошлого года, где-то, да, чтобы у нас объемы производства были. Сегодня уже высажено более половины, точнее высеяно, больше половины планируемых объемов по луку. Активно высеваются бахчевые, высаживаются зерновые, то есть капуста, то есть, ну, как я уже сказал, весь ассортимент приходится высаживать и высевать одновременно. Ну, это минус больше всего для фермеров, да, потому что большой объем работы, а именно касательно вот культуры, это никак не отразится на результатах? Ну, если мы успеем вместе с фермерами быстро, как говорится, оперативно провести, то не отразится, потому что именно каждый день промедления, это теперь пересыхание почвы, вот, поэтому сейчас нужна такая очень большая оперативная. Спешка. Виктор Ильич, а по поводу сортов, есть ли новые сорта культуры в этом году? Нет, ну, традиционные практически сорта, как и в овощном, будем так говорить, наборе, так и бахчевых, это те же сорта, которые у нас выращиваются традиционно. Куда наша продукция, вот, сколько раз мы с вами встречались, ни разу не задала вопрос и сегодня хочу задать, реализуется в итоге? По всем регионам России, потому что я также неоднократно говорил, ну, кроме того, что бренд астраханский арбуз, да, но уже на протяжении последних десятилетий, можно сказать, основными культурами у нас стали и картофель, и лук, точнее, прежде всего лук, а потом картофель. И лук, и картофель производятся в гораздо больших объемах, чем необходимо потребителям Астраханской области, поэтому наш и лук, и картофель закупают во всех регионах России, от Москвы до Сибири, и в том числе идут поставки и в Казахстан, и в Беларусь. Для того, чтобы выращивать продукцию, нужна хорошая техническая, да, оснащенность, вы говорили, существуют поломки, но я так понимаю, что вы тоже в оперативном режиме это все устраняете? Да, фермеры стараются это устранять в оперативном режиме, я уже говорил, что у нас здесь за последние несколько лет существенно обновлен парк сельскохозяйственной техники, поэтому, ну, техника есть техника, она все равно ломается, но серьезных поломок удается избежать, поэтому оперативно тоже устраняется. Касательно рабочих рук, в Успенке вы начали свое выступление с приглашения учеников в университет, где есть бюджетные места на сегодня, это одна из мер. Сколько мест и как ахтубинцам обратиться вот в этот университет? Сейчас век, как говорят, цифровых технологий, можно посмотреть просто на сайте, обратиться непосредственно в ВУЗ, можно обратиться к нам в управление сельского хозяйства, мы подскажем, как с этим ВУЗом связаться. Я сейчас на память не приведу точное количество бюджетных мест, но тех же агрономов более 24, это я говорю на память, там более 24 рабочих, то есть именно мест студенческих бюджетных для подготовки агрономов. Ну и так, в общем-то, и по другим профилям сельскохозяйственного направления, как я говорил, это агротехнологии, где готовят инженеров, будем так говорить, для сельхозпроизводства, которые должны будут возглавлять, курировать то направление работы, которое связано с автоматизацией, механизацией сельхозпроизводства, с электрификацией. Ну и, как я и говорил, опять-таки, выступая в Успенке, ВУЗы аграрные, они готовят специалистов по всем направлениям необходимым, в том числе в сельхозпроизводстве, это и бухгалтера, и экономисты, агроинженеры, агрономы, зоотехники, ветврачи. Я просто встречался с представителями сам этого АГУ, и мне говорят, что в этом году, как никогда ранее, очень много бюджетных мест выделено. Это касается подготовки специалистов, ну там, среднеруководящего звена, да, потребность, конечно, большая в трудовых ресурсах, в простых механизаторах. Мы тоже на сегодня испытываем дефицит, ну было же время, да, когда все у нас кинулись учиться на менеджеров и юристов, а нужны люди, которые реальным производством занимаются, как бы сейчас это очень сильно востребовано. Вот это одна из ветвей, как раз таки, государственной поддержки, да, а вот по поводу тех, кто уже заявился стать фермером, есть какие-то нововведения в этом механизме? Нет, ну то есть нормативная база, она ежегодно немножечко корректируется, но те грантовые формы поддержки, которые были, это агро-стартап, семейная ферма, кооператив сельскохозяйственный, все эти формы поддержки сохраняются, и конкурсные отборы в этом году состоятся по всем этим направлениям. Ну и кроме того, я уже говорил, что есть система поддержки в виде субсидий, то есть это возмещение части понесенных затрат фермерами. Эта поддержка тоже остается, и в настоящее время специалисты, как Министерство сельского хозяйства Астраханской области, так и нашего управления, именно заняты, у них тоже горячая пора, потому что сейчас прием документов на выдачу субсидий. Горячая пора, вот, больше с оттенком минус и у животноводов, да, у нас неблагоприятная эпизодическая ситуация сложилась, но тем не менее, чем они сейчас занимаются? Действительно, я бы даже вот к трудностям животноводства отнес не только и не столько та ситуация, которая у нас была на одной, в одном из подсобных хозяйств на территории Нижнего Баскунчака. Да, как говорится, печально, вот, что очаг особо опасного заболевания там было выявлено, но очаг ликвидированный, я думаю, новых, надеюсь, очень надеюсь, что новых вспышек этого заболевания на территории Ахтубинского района и Астраханской области больше не будет. Но для животноводов, вот, поздняя весна тоже наложила свой негативный отпечаток, причем именно на всех животноводах. То есть фермеры за последние годы привыкли, фермеры, те, кто просто держит там на личном подворье скотину, они привыкли, что в апреле месяце уже есть травка и скот можно выпасать. В этом году, в начале апреля продолжался стойловый период, те, кто не заготовил достаточного количества кормов, скот вышел, конечно, из зимовки, ну, исхудавшим. Вот, это такой негативный момент был, но, опять-таки, сейчас уже трава, пастбищный период начался, поэтому я думаю, что эти моменты будут нивелированы. Совсем недавно вы получили от Игоря Бабушкина благодарственное письмо за свой профессионализм, за свой нелегкий труд. И вот, завершая нашу беседу, я хотела бы пожелать, чтобы все ваши старания не прошли напрасно, урожай был отменным, и все у нас получилось. Спасибо. 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 Спасибо.